45 лет в профессии. Любовь Давидовна – любимый преподаватель ни одного поколения учеников. В свои 68 она проводит по 6-7 уроков каждый день, с душой рассказывая ученикам о Пушкине, Лермонтове, о сложно сочиненных и сложно подчиненных предложениях. Сейчас в расписании 8 класс. По плану – капитанская дочка. Очень насыщенная. Посмотрите, 35 уроков. 34 вон тут написано. Я хочу сказать, что, конечно, это непросто. Все приходится им так дать, чтобы они могли на следующий год вдруг неожиданно выбрать литературу. Сомнений в выборе профессии у нее не было никогда. Так сложилось, что профессия учителя передается в семье Любови Мищенковой из поколения в поколение. И она, в свою очередь, воспитала двух дочерей, которые тоже работают педагогами в 19-й школе. Глядя на маму и на бабушку, мы, конечно, с сестрой приняли решение, что тоже хотим пойти по их стопам, стать учителями. Она человек ответственный, очень серьезный. И у нее есть богатый опыт работы со взрослыми детьми. На вопрос, почему именно русские литература, учитель отвечает. Еще в детстве она прочитала все книги из родительской библиотеки. Хоть и умудренная опытом, она до сих пор любит анализировать судьбы писателей и произведения, большинство из которых она знает почти наизусть. Получается, что литература фактически – это жизнь. Она учит жизни. Поэтому я очень благодарна, что у меня были книги. С детства все читала. Мама это все время удивлялась, потому что я, наверное, училась в третьем классе. И маму спросила, мама, скажи, пожалуйста, «А Павка Корчагин знал Николая Островского?» Я говорю, она говорит, ну вот надо же там все были изумлены, что ты уже в третьем классе знаешь про Николая Островского». Кроме всех профессиональных заслуг, безусловной любви к своему предмету и детям, желание развиваться и по сей день эту хрупкую женщину без сомнений можно считать героиней. Этой зимой во время очередного урока между двумя учениками произошел конфликт, в результате которого пострадал подросток. Но благодаря грамотным действиям педагога конфликт был разрешен. «Схватил его вот за руку, прям вот тут, которая первая была, у меня левая. И думаю, надо мне его так скрутить, чтобы у него не было возможности этой рукой крутить, вертеть, чтобы не было возможности, да и чтобы не это, ну, не смог побегать по классу. Никогда не думала, что так может быть все серьезно. Никогда такого не было. Вот за сколько лет я работаю». Сегодня, несмотря ни на что, каждый ее день наполнен профессиональным удовлетворением и радостью. «Хочу, чтобы у этих детишек было все хорошо. Мне нравится работать. Ну, уже года дают свое. Надо бы, конечно, молодежь, чтобы и молодых учителей видела». Сейчас в обязанности Любовь Давидовны входит и классное руководство. Ребята из 6-го Е поделились, что самое главное качество их классной – это доброта и справедливость. «Она очень хороший педагог, у нее очень хороший стаж, она хорошо объясняет, с нами она хорошо очень дружит. И мы относимся к ней как ко второму родителю. Она никого не ставит выше, чем других. Она всех воспринимает как своих». «Она самый добрый учитель вообще во всей школе. У нее вот самые интересные уроки, самый настоящий профессионал». Для Любови Давидовны педагогика – это призвание. И пусть ее источник знаний и доброты, от которого заряжаются сотни детских сердец, никогда не иссякнет. Анна Смирнова, Петр Дзитковский, Первый Матищинский.